Вот посмотрите, друзья, это Анастасия, наш офис-менеджер. Она с утречка пытается пристроить на подселение ребят, которые сегодня приезжают. У нее тут на столе, вот тут, вот, видите, такие желтые стикеры. И она записывает, ведет учет. Вот, и я подумал, ну, можно ли не показать, можно ли скрыть от вас такую Настю? Она еще нарядненькая такая, смотрите, в таком джинсовом прикиде. Настенька, скажите, пожалуйста, в Кишиневе вообще девчонки симпатичные? Конечно. Наряжаться любят, да? О, да. Правда? В магазин, куда угодно, наряжаться всегда. То есть не ходят, вот как у нас тут аккуратно, просто одел там аккуратненько, там, кроссовочки, там, джинсики и побежал. А джинсы тоже, но, как правило, не с кроссовками, а с каблуками. А вот эта вот джинсовая кофточка с такими штучечками, это у вас оттуда или местная? Нет, я здесь купила. То есть тут тоже есть что купить? Конечно. Надо просто искать. Окей. Ну, то есть, вот, скажем так, под наш вкус, вот тамошний, вот не лежит на каждом углу. Здесь какой-то другой стиль. Здесь другой стиль, но тоже можно найти очень много интересного, чего нет там. Вот так уж, ки. Да. Другой. Еще хочу сказать, друзья, что вот с утра я смотрю, чего бы, думаю, людям не забрать их грин-карты. Вот эти с красной полосочкой, это грин-карты. А я, кстати, одной девочке написала, я не знаю, она пришла, сказала. Да, ну вот одна девочка забрала на днях. Так, Галина. Да. У вас такой красивый конверт. Здравствуйте. Я подумал, это похоже на грин-карту. Думаю, может быть, кто-то свою отдал. Ну, а это что оказалось? Это пришли в моем водительское удостоверение. Водительское удостоверение. Ну, то есть вы теперь, можно сказать, полноправный водитель. А вы водите вообще? Можете водить? Да. Хорошо. У меня есть 10 лет стажа. Так, тут Константин. И тут, кстати, сразу хочу обратить внимание. Так, что это? Я вот такую штуку вижу первый раз. Что это? Я так понимаю, это сколько ты везешь и сколько ты можешь себе позволить. Это нормативы алкогольного употребления. Это единственное, что я не знал, когда пошел сдавать на права когда-то. Я думал, я же не пью за рулю. А потом оказалось, что вопрос был. Так, Костя, расскажите, что у вас в руках за холст? Где вы его взяли? Его принесли. Так, принесли холст. И там письмо какое-то, слушайте. Там письмо. Да возьмите вместе и покажите холст вместе. Так. Это масло, да? Ну, это безусловно, да. Это масло на холсте. Если вы взглядитесь, то вот ветками ненавязчиво прописано портно в компьютерскую. Но это нужно увидеть. Это так не очевидно. Так, то есть, видимо, эту вещь надо вставить в рамочку. 2014 год. Так, давайте повернем и посмотрим, что пишет человек. Если нам удастся прочесть. Значит, что он там говорит? Парк Каразино на весны приход. Упрямо, тихо и спокойно подвинься, зимушка-зима. То есть, это стихи. Так, сидите. Харьковская область. Поселок Краснокутск. Вот так. Низкий поклон. 6 апреля 14-го года. Ну, это мне точно? Ну, да. Хорошо. Ладно, тогда... Это, знаешь, возьмешь картину, а потом кто-то скажет, а это моя была. Так. Хорошо. Ладно. Продолжаем дальше. Так, Жанночка, иди сюда. Начало дня хорошее. Начало дня хорошее. Я снимаю сюжет про начало дня. Про утро, понедельник, начало недели хорошее. Жанна, скажи честно, что ты делала на выходных? На выходных. Вчера я ездила на океан. Так, что там? В какое место? Мы ездили там, где Аптос, на пляж. Просто на пляж. Шикарное место, да. Шикарное место. Вы пошли влево вдоль океана или вправо? И просто шлюпали по воде в сторону Монтерея. Понял, туда налево пошли. Так. Одну милю в одну сторону. По песочку. По песочку и по воде шлюпали. Просто шлюпали босыми ногами. Это было замечательно. Это было здорово. Мы там снимали пару недель назад, только вправо. Ага. Там, где пароход. Там, где пароход. И там разбитые бетонные. И там, где стоят мобил... Ну, не мобил хоумы, а вот эти вот. Там крэйка. Рекреэйшнл гейклс. Да, да, да. Вот. Еще что делали? Обжорство имело место? Кто? Обжорство. Обжорство всегда имеет место, к сожалению. Так. И это плохо уже потом. Пока ешь, хорошо. У Жанны муж садовод. То есть он в душе садовод? Нет, не только в душе. Но по профессии-то он не садовод. А, по профессии он не садовод. Но помидоры мы есть должны. Свои собственные. Вкусные? Свои собственные, да. И я думаю, что в портнов компьютерскую мы тоже их будем есть. Так, ладно. Со свежего урожая. Да, значит, вот я и мандарины ваши пробовал. В них косточек много. Так они же натуральные. Так вы их не сами сажали? Мой муж посадил. Сам посадил? Да. То есть он не выбирал, чтобы без косточек сажать? Нет. Он хотел. Мы думаем, почему-то он считает, что это вкуснее. С косточками. Более натуральное. Я тебе расскажу случай. Мы только приехали в Америку. Знаешь, ну вот из совка свежие, как я не знаю, всю голову. И это, ну давно. И ребенку 11 лет. Значит. Ну и однажды мы идем. Буквально через пару недель после приезда. Идем. И там какой-то виноград продают. Ну что-то совершенно невероятное. Типа там 15 центов за фунт. Ну что-то, ну даром отдают. Ну мы купили там сколько-то, я не знаю, килограмм. Приносим. Дочка, значит, ягодку запускает в рот. И говорит, боже, ну где же вы умудрились в Америке виноград с косточками купить? Действительно. Кстати, у нас виноград, ну скат, тоже с косточками. Нет, ну конечно, конечно. Ну просто они любят без косточек. Ну естественно, их тоже любят косточками плеваться. Я с косточками виноград. Вот если вот будет, у нас пропадал, мы очень много вырубили. Потому что мы не знали, что с ним делать. То есть вы без всякого Горбачева вырубали виноград? Вот вырубали виноградники. Виноградники, боже, как сказала. Ладно, Жанна, доброе утро. Доброе утро, доброй недели. Отлично. Девушки, у нас сюжет про доброе утро. Утро доброе? Доброе. Доброе утро. У вас сегодня что тут вы пришли-то? Экзамен. Мог. А ну вы не первый раз уже? Нет. Ну лучше готовы. Да, мы улучшили свои знания, точили до мастерства баг-репорты. Так. Все почистили, все выучили. Тест-кейс можете? Тест-кейс и вообще полный идеал. Согласно вашим данным с форума. Хорошо. Я как-то, знаете, у меня что-то напоминаете. На первом курсе, вы истите связи, была консультация по предстоящему экзамену по математическому анализу. И у нас была девушка такая простая из сельской местности. И она, значит, профессору нашему, который консультацию ведет, он такой старенький, ему же лет там 75. И он, знаете, берет кусочек мела и так его оборачивает бумажечкой, подходит к доске. И такой вот, он просто мел руками не брал. Ну и она говорит, там, Николай Михайлович, его звали, говорит, Николай Михайлович, у меня вопрос. Он берет мел, оборачивает бумажечкой, значит, там, говорит, ну, какой вопрос? Она говорит, а вы можете функцию разложить в ряд фурьер? Он, значит, смелым, завернутым в бумажечку, подходит к доске, значит, поднимает руку, поворачивается к ней и говорит, ну, какую функцию? Она говорит, да нет, я в принципе спросил. Молодец. Вот, молодец, да. Значит, так что вот. А у вас, значит, вы будете... Развернутые? Да, у вас вы будете разлагать требования в тест-кейсы. Да. Да, и так что ряды фурьер пусть отдохнут, а мы вот с вами тест-кейсиками. Вы будете разлагать? Нет, нет. Жаль. У нас сегодня... Мы уже знаем ваш апротик. У нас сегодня заезд. А у нас у всех примерно одно и то же. Если вы, если вы тест-кейсы пишете, так вы пишете, что ж теперь. Тест-кейс не зависит от национальности, там, пола. Конечно. Вероисповедания, ну, есть тест-кейс. Хорошо, девушки, я вам желаю успехов. Спасибо большое. Тем более вы хорошие такие. И вам бы хорошего начала новой фуллтайм-группы. И ребятам, которые нас смотрят. Отлично. Доброго утра. Доброго утра. И что вы себе думаете, друзья? Может ли утро быть хорошим, если мы не встретим красоток? Вот. Одна красотка у нас из Флориды, так, это Наталья. А другая красотка из солнечного Казахстана. Бывшая у нас уже неоднократно на канале Гюзаль, исполнительница татарских народных песен. Да, она вчера показывала видео. Гюзаль, спойте так строчечку, строчечку, так, типа. Можно прям, можно, не отражается. Нет, нет, нет. Слушай, у нас женщина какая-то из твоих подписчиц написала, как-то она в восторге, написала такой стишок, и получилась как бы даже песенка. Я видела, да. Там, знаешь, это, получается, два любимых блогера, два любимых блогера, два любимых блогера, вместе собрались. И вот, слушай, получилась песня. Я тебе написала, да, песня получилась. Да. Гюзаль, расскажите, как Наташа вообще ведет себя, как рум-мейт. Ой, замечательно. Дайте мне лучше сказать. Она просто влюбила меня. Нет, дай лучше мне сказать. Так, давай. Там такие девочки вообще, они меня вчера укутали, одеялось понадобали, накормили меня. Солнышко, а почему у вас холодно-то? Не у нас холодно, а так как надувная кровать, все равно воздух в ней холодный внутри. Ага, ее-мое, снизу морозит? Снизу. Так. И мне дали одеяло положить на кровать, и она мне закутала, и все, и накормила с утра, и сделала завтрак. Чем накормили? Сделала омлет из овощей, таковку снять на чай. Ну, с яицами хотя бы. Да. Омлет, Миша, омлет. А ты сказала из овощей? Омлет из овощей. С овощами. Ну да. Хорошо, ладно. И я как будто в отпуске. Так так и есть, так и есть. Ну, буду учиться. Ладно, значит, мы тогда приветствуем всех и говорим «С добрым утром!» С добрым утром всем, друзья! С добрым утром! Грой! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...